Сдайте оружие и живите спокойно! Сделами полиции мероприятия носят профилактический характер и проводятся в целях пресечения преступлений, связанных с использованием оружия. Реновация территории Соловьиного пруда жители поблагодарили мэрию за еще одно благоустроенное общественное пространство. Водоем очистили, пешеходные дорожки заасфальтировали, поставили скамейки, сделали спортплощадку с безопасным покрытием. Теперь здесь хорошо отдыхать и летом, и зимой. В то же время встречаются странные просьбы. Одна жительница попросила убрать несколько фонарей. Неожиданно, учитывая, что количество световых объектов соответствует нормативу. В целом, можно говорить, что пруд спасен, засыпать его не будут, чтобы потом на этом месте построить многоэтажку. А ведь именно такие слухи ходили всего несколько лет назад. Проголосуй за Владимир на интернет-сайте «Город России. Национальный выбор». Открыто голосование за самый символичный, красивый и узнаваемый город России. Проект знакомит с историей и культурой областных центров. Предлагает уникальные фотографии, описание достопримечательностей и памятников архитектуры. Голосование ежегодное. И участвовать в нем до конца декабря может любой пользователь сети. У каждого владимирца есть возможность поддержать родной город. Проголосовать с одного IP-адреса можно не чаще одного раза в сутки. Регистрация на сайте не требуется. Но для защиты от накруток организаторы ввели один барьер. После того, как вы нажмете кнопку «Голосовать», сайт предложит картинку с недостающими пазлами. Голос засчитывается только после того, как картинка будет собрана правильно. Владимир пока в этом голосовании в середине занимает 43-е место из 85-ти. Станет ли наш город национальным выбором, будет известно 30 декабря.